здравствуйте сегодня мы посвящаем наш ролик наверное самому ответственному этапу это посадки посадки семян грунт я сегодня вам покажу как я говорил то есть я подготовилась сажая достаточно рано и подготовил чтобы как к моменту высадки когда вы начнете сажать семена у вас уже будет результат чтобы вы для себя решили какой способ во что для вас самый подходит всех лучше подойдет для вас и так три метода первый метод мы будем сажать с вами в торфяные горшки в торфяные таблетки второй метод мы посадим традиционным способом вот в такой тепличку а мне очень нравится закрытая вот такая вот в такой тепличку традиционным сразу же в емкости и третий метод внимание наверное один из самых сейчас таких продвинутых и сейчас я очень много про него говорят обсуждают это посадка буллитку и мы посмотрим в итоге действительно ли он такой хороший это мы все увидим сами своими глазами и так приступим начнем с торфяных таблеток мы их сейчас заливаем водой своих предыдущих роликов про питунья где я сажал в торфяные таблетки я уже показывал как с ними работать то есть мы берем таблетки я специально взяла прозрачную емкость вы можете брать любую какая вам нравится заливаем их водой не жалейте воду лейте хорошо сейчас через несколько минут они превратятся но в огромной столбцы такие жирненькие так еще момент такой смотрите у меня семена уже подготовлены все единственное что я вам просто хочу показать значит тот самый агро успех которых предыдущих роликах я рассказывал ссылку я дам где я рассказывал обзор семян и рассказывал как раз про груз пик который на рынке недавно у нас на родина вот в нашем регионе частности но смотрите что интересного значит количество семян здесь нарисовано 5 размерах указан в результате 5 семян покрыты оболочкой все как положено размер соответствует действительности далее что мне еще очень понравилось все семена упакованы вот в такой мешочек закрыты герметичны и это большой плюс вес действительно соответствует то что написано я взвешивала далее семена которые еще евро семена здесь вес соответствует заявленному семена не покрыты ничем семена все откалиброваны все одного размера сморщенных сухих семян но вот так визуально я не увидела при погружении в соль у меня всплыло одно семечко но я считаю что это знаете вот ну ни о чем на самом деле и так семена просушены единственное что я их не замачивала просто у меня не было условий для замачивания я их просто обработала и подготовила так и так мы ждем пока торфяные таблетки придут в чувство вырастут пока их поставим в стороночку пусть они растут приступим к посадке вот в такие горшочки значит существует мнение о том что перец пикировать нельзя так как у него очень нежная корневая система и он достаточно болезненно переносит любую пересадку ну вы знаете как вопрос немножко спорный он конечно да мы говорим что да действительно перец уязвим и все прочее 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 но метод который я вам покажу вули посадку в улитку ну пух и прах разбивает этот миф о том что пикировать перец нельзя когда мы дойдем до пикировки вы увидите дело в том что когда мы эту улитку будем разматывать там каждая растеница будет лежать но отдельно с богатейший корневой систем но об этом позже это я просто так уже обзор на будущие ролики вам показал рассказал и так берем качественный грунт ссылку на грунт я вам сказала что дам в конце ролика берите качественный грунт это правда важно посмотрите кассеты должны обязательно быть дренажным отверстием насыпаем землю в каждый отсек утрамбовываем ее проливаем земля должна быть влажная семечко сажаем на глубину 1 сантиметр внимание прорастание семян если температура когда вы значит все по сайте поставить в теплое место если температура от 28 до 30 градусов ваш перец начнет расти через семь дней то есть появятся первые сходы если температура 25 27 градусов это 14 дней если температура ниже 13 градусов и не ждите он не появится если температура будет ниже 20 градусов и выше 36 семена теряет свою схожесть это важные моменты при посадке учтите еще один интересный момент после того как вы значит все сделали почву обработали подготовили все все у вас готово вы посадили накрываете вот такой тепличкой ставите в теплое место не забывайте или если вы накрыт пакетом тоже не забывайте устраивать семена воздушную ванну 7 кислород очень важен для хорошего прорастания семян и так все я утрамбовала все сделала поливаем водой комнатной температуры вернее отстойной водой с температурой где-то близко 30 градусов почву для семян я сюда заправила цирконом вот таким корнеобразователем мне он нравится ведет он себя хорошо работает еще лучше поливаем поливаем достаточно обильно хитсад точка ру все для сада и дачи проливаем землю достаточно хорошо чтобы земля у вас осела и желательно чтобы вот с поддона немножко вышла вода это будем знать что ком у вас земляной пропитался полностью влагой температуру воды как я сказал не забывайте должна быть даже ближе горячие перец растения теплолюбивые любит свет воду и тепло делаем маленькое отверстие я сказал что на глубину один сантиметр хотите пинцетом хотите руками я вообще не признаю пинцет и все я люблю работать руками добавляем вот так семена я посажу два перчика вот такого агро успеха целую горячий вот таких перчиков все закрываем семечко утрамбовываем все может даже немножко так постучать все в принципе вот это готово накрываем сверху теплицы и пусть он растет посмотрите высота у теплицы достаточно высокая что позволяет перец выращивать вот в таких вот ограниченных скажем так вот в ограниченном пространстве при определенной влажности при определенной температуре для не для перца это просто вообще рай так сюда же я хочу еще торфяные таблетки поместить посмотрим что с ним происходит так они наращивают свою массу уже увеличились ждем давайте тогда посадим в улитку пока так это мы отставляем сюда мы посадим еще и торфяные таблетки дальше освобождаем место внимание то мы используем для улитки для нее мы берем подложку под ламинат не надо никакую другую подложка должна быть достаточно пористые мягкая там есть подложка которая но немного другая оранжевый такая все она достаточно хрупкой то есть при скручивании они как всегда ломается и в общем то не совсем удобно поэтому выбирайте вот такой вот даже можете в магазине немножко поскручивать если будет все хорошо значит вот она это и есть так значит отрезаем полоску она продается метражом любой как какой хотите метраж берите но поверьте вам этот способ очень понравится отрезаем полоску шириной где-то 20-25 сантиметров так как перцы здесь будут достаточно хорошо развивать свою корневую систему и когда наступит момент высадки в грунт или пикировки вы увидите то есть поднимем эту улитку корневая система будет находиться вот здесь представляете и итак используем что мы используем значит мы берем грунт опять-таки же качественный помните грунт должен быть влажный для того чтобы когда вы ее скрутили улитку чтобы у вас вот это все не выспалась вот здесь сразу же вся земля поэтому грунт берем влажноватый ежели вдруг у вас грунт ну сухой или что вы можете полить сюда в мешочек вы можете здесь побрызгать его уже выложив когда мы выложим сюда смотрите как вам удобно но грунт должен быть влажноватый то есть если мы его сжимаем в руке он должен оставаться комком насыпаем грунт вот таким вот слоем земли не жалейте земля должна быть обработанным уже с вами об этом говорили насыпаем не доходя до края не волнуйтесь мы потом с вами подсыпем еще земли обиженными они не останутся это точно перцем не виду и дальше внимание отступив от края я не знаю сколько сантиметра 2 сверху от края от края вот от этого внутреннего который ко мне мы раскладываем перцы на расстоянии смотрите как то есть на расстоянии отступив от края грунта где-то сантиметра полтора и отступив друг от друга на расстоянии 2-3 сантиметра мы укладываем семена вот так а одна семечка оставлю в торфе на таблетку вот так если вы сажаете небольшое количество семян и вам не надо такое огромное количество эту улитку можно сделать поменьше что прекрасного в этой улитке еще хочу сказать дело в том что вот такой способ очень здорово экономит место у нас как правило садоводов кто вот садоводы со стажем со мной согласятся что место в квартире всегда не хватает хочется посадить и овощные культуры и цветы и многолетники однолетники и с местом у нас просто всегда катастрофа поэтому вот этот способ это прям находку мы высаживаем на расстоянии 3 сантиметра как я уже сказал немножко придавив пальчиком вот так далее желательно бы не желательно обязательно нужно это все сбрызнуть я сказал что здесь у меня находится цирком семена увлажняем землицу увлажняем прям увлажните дело в том что мы потом достаточно редко будем поливать вот при таком способе вода отсюда не испаряется растишки себя чувствует прекрасно просто и вот тот самый момент ответственные скручивание не бойтесь не бойтесь что земля вот здесь выспится ничего страшного смело вот так берете и заворачивайте как ролл вот больше никак не могу сказать настоящий ролл так землица двигается тоже не переживайте все это прекрасно это все допустимо так стачку подцепим тоже немножечко семена мы не так присыпаем не забудьте их вот так закрыть землицей лучше конечно с пульверизатора делать но у пульверизатор чего-то у меня застрял так полили так закрутили все лишнее мне вот она например больше не нужно достаточно мне этого я вот так отрезаю красоту заворачиваю одеваю обязательно резинку которую мы закрываем используем для денег не переживайте если у вас одна выспалась земля это не страшно вот сюда горшок без дыр заметьте горшок ли будет ли то емкость я не знаю что вы придумаете может быть майонезная ведерком ведро из под майонеза ведро из под краски какой-то хорошо промойте я до безопасны конечно краски сейчас вот эту воду с и пином нальем для чего я наливаю воду она будет создавать дополнительную влажность опять-таки же будет поступать в землю корешки будут ей питаться так той стороны где у нас семена мы ее конечно же но располагаем вверх далее ставим вот так улитку в воду сюда очень удобно заметьте просто песня прикрепляйте можете мешочек может быть может быть там я не знаю записочка с названием сорта как вам удобно сверху досыпаем землицы вот так немного утрамбовываем ее слегка опять-таки поливаем температуру воды помните да не забыли все поливаем хорошо чтобы вода смочила все в общем-то слои грунта сверху донизу не бойтесь поливайте дальше одеваем вот такой пакет обычный человеческий пакет вот так на емкость оставляем пространство для воздуха одеваем вот сюда резинку для денег и ставим в светлое теплое место готово и так посадка в торфяные таблетки я уже рассказывал торфяные таблетки заливаем водой даем им постоять вы видели какие у него были маленькие вот они уже превратились вот в такие лучше взять конечно таблетки побольше по размерам так как перец уже мы будем потом сразу же сажать или какие-то дополнительные емкости или же прям сразу с грунт вот на дно поставили такую плошку добавляем немного воды чтобы было ну скажем так определенная влажность торфяные таблетки чем хороши внутри вот этого вот столбиком вот здесь находится питательный грунт торф два вида торфа здесь ну полный комплекс то есть питание фактически вы подкармливать уже и не будете своей растишки берем тоже семечко делаем углубление кладем семечко прижимаем все готово удобно но единственный минус торфяные таблеткам тоже нужно место и если представьте у вас более ста корней например то сколько нужно мест то есть я иду с виду сравнительный анализ с улиткой то есть улитка конечно же в данном случае выигрывает здорово и так на дне у меня водичка вот здесь у меня поставлена кассета традиционным способом здесь мы посадили в торфяные таблеточки накрываем все теплицы сверху крышкой и все вставим в теплое место и ждем сходов оставайтесь с нами мы увидим что у нас получилось выберем для вас самый оптимальный метод посадки и утвердим его оставайтесь с нами до свидания хитсад точка ру все для сада и дачи м м Редактор субтитров А.Семкин